Куча чемпионатов на паузе, все Евро-турниры, Олимпиаду, скорее всего, отменят. Но через 4 недели будет бой Хабиба и Фергюсона без зрителей. Хочу у тебя, как у профессионального спортсмена, спросить. Вот как ты воспринимаешь такую ситуацию? Я безумно счастлив, что этот бой произойдет. Ну нельзя. Я тоже согласен с UFC вообще. Он обязан был пройти, но нельзя. Ну сколько у них раз? 4 раза, по-моему, срывался этот бой. Да, да. И еще сейчас они обязаны подраться. Поэтому они сейчас в таком, мне кажется, состоянии, подготовка такая была у них. Это, мне кажется, главный бой жизни Хабиба и Фергюсона. Поэтому я думаю, этот бой должен был состояться. И я очень рад, что это состоится. Конечно, без зрителей это не совсем так. Но мне кажется, когда они выйдут именно в клетку, войдут, я думаю, что у них уже прям отключится уже все. Они только будут фокусироваться друг на дружке. И, наверное, все-таки слушать свой угол. Потому что подсказка все равно, наверное, будет стопроцентная. Я думаю, они слушают и слышат определенные вещи. Но самое важное, что этот бой произойдет. Как и на футболе. Тяжело. Все мы играем для зрителей. И когда зрители заводят иногда, когда там прям все гудит. Недаром же домашнее поле всегда было преимуществом для команд. Поэтому для боя, я думаю, ничего страшного. Главное, что это произойдет. Это самое главное. Если надо будет играть при пустых трибунах, как ты к этому отнесешься? Ну, если бы не спросили бы вариант прерывать все или играть при пустых трибунах, я бы хотел бы доиграть. Потому что мы бы играли, бы играли, бы играли. Потому что ты в тонусе постоянно. Ты работаешь. Потому что сейчас мы проделали такую большую работу. И ушло все. Ну, с другой стороны, я думаю, для многих ребят, которые были травмированы и могли пропустить Евро тот же, да, для них это, мне кажется, прямо как... Там очень много. Как мана небесная, да. Для них это, мне кажется, счастье. Я сначала думал, что уже Рок может расстроиться. Потом подумал, ему еще в 2022 играть на Миры. Поэтому я думал, у него просто будет ударные два года. Поэтому я думаю, что лучше, конечно, играть всегда. Ты бы играл. Я бы играл. Я бы играл, но понятно, что сейчас уже в связи с тем, что такая ситуация, нужно, наверное, все-таки взять паузу, потому что в зародыши все это как-то постараться. Но, к сожалению, мы почему-то все не закрываем. Мы всего чего-то ждем, чего-то ждем, чего-то ждем. Но самый прикол, я был восхищен, во-первых, президентом Леона. Вообще просто это мой кумир. Идеальная схема. Просто идти восьмым и кричать, давайте там на пять. Он бы еще посчитал бы, если бы в пять не попадал бы в эту тройку на десять лет или еще. Мой кумир еще просто реально. Вот таких, я извиняюсь за выражение, но реально просто, ну, это даже не знаю, просто наглец. Наглец просто. Просто, не, ну это не то, что хитро, когда ты это делаешь, и мало кто в этом подозревает. Но тут просто это такой, прям вообще, эти потом, вроде потом опровергли, что сначала Вестхэм, Тоттенхэм, а потом вроде опровергли. Тоже веселые, говорят, давайте аннулируем вообще, что это там. То есть Ливерпуль там 27 очков везет, давайте аннулируем. Ну вот это самое ужасное, когда говорят, что аннулируем, аннулируем. То есть как-то люди там по 30 туров, даже мы 22 тура идем на первом месте, аннулируем. Это как вообще? То есть можно было ни играть, ни стараться. То есть, мне кажется, такую работу, когда проделаешь, это неправильно. Мой рост 1,97, вес 97 килограмм. Меня бесит, когда везде пишут, и везде 1,96 и 1,91 килограмм. Это прям раздражает. Ты из-за этого бесишься? Меня раздражает, когда пишут не то. Ну я потому что люблю, например, вот смотришь какое-нибудь кино там или еще что-нибудь, заходишь, сразу на кинопоиск или где-то там смотришь, какой рост там актера, какой вес, знаешь. Ну прикольно, потому что понимаешь, насколько там, не знаю, там викинги смотришь там и раз-раз-раз смотришь, там тот-то рост там 1,95-1,94. Там понятно, что он там берсерк, уже прикольно, там здоровые викинги этим не славились. Понятно, что разного роста были, но в основном они были громадные все. И все-таки все равно, когда человек там метр девяносто с чем-то, там более внушительно смотрится, чем там, чем викинг метр там семьдесят два, выбежал, и не все заметили, что викинги напали. Это Гена Миллер, Гена Миллер. То есть Гена Миллер, например, такие как Миллер, человек сто напали, там они сразу и поняли, что кто-то к тебе там штурки перевязался. Это было осенью, и Артем помог оператору Зенит ТВ достать футболку Робертсона после матча со Шотландией. Артучик тебе, дорогой. Да, Артур, если ты нас смотришь, привет. В общем, Тема не коллекционирует футболки, но очень помогает хорошим людям, когда они... Занимаюсь благотворительностью, да, я такой. Просто смешно было именно тем, что я особо не любитель никогда подходить бы, там просить футболку. Но я спокойно к этому, это нормально. То есть иногда прикольно. Я даже как-то не то, чтобы не постеснялся к Ибрагимовичу туда подойти, когда мы с Шотландцами было забавно. Мы что-то играем, 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 играем. И я ему говорю, типа, футболочками там поменяемся, или там дашь свою, там, он такой, типа, окей, но проблем, да, ла-ла-ла. Короче, там, и мы их шлепнули, там, он в таких расстроенных чувствах, я там пятачка бью, что-то подхожу, смотрю на него, думаю, ну, ему точно сейчас не до футболки. Да и пошел ты, думаю, сам, да, и ушел. Ну, а потом все-таки очень Артурочка это надо было прям. Ну, и поэтому уже во второй игре, когда мы с ними играли, я его выловил и говорю, без футболки, родной, ты не уйдешь. Ну, объяснил ему, как мог. Ну, он понял, когда я над ним так надвис, я говорю, футболку. Пришлось, короче, добывать, да. Ну, так забавно, когда тебе кто-то просит какую-нибудь футболку, и ты ее пытаешься добыть, это очень смешно смотрится. Ну, нос сломал тебе. Нос мне сломали дважды. Один раз за дубль я играл, дублирующие составы еще тогда были. Не молодежные, а дубли. Прям дубли. Спартак-Динамо мы играли, и в первом же моменте, я как раз еще помню, первый раз с капитаном дубля был такой для меня честь. Прям вышел такой, помню, павлин, довольный. И мяч летит, короче, стукается об газон вверх. Я так выпрыгиваю и с продирчиком туда дальше продлеваю, и секунд две проходит, там какой-то полоумный парнишка. Я первый раз и последний раз видел, потому что так, ты же все равно мелькаешь, знаешь, там, ребята, чисто. Просто со всей дури, просто мне головой прям, прям, булбом прям в нос дал. Я распадаю, сначала так не понял, что я просто смотрю, там все, ё-ё, у меня нос, блин, где-то вот здесь на затылке сидит. Я его пока нащупал, говорю, ты где, родной? Он у меня вообще сюда съехал, а там еще был прикол с тем, что этот доктор у нас тогда, Зоткин, по-моему, был главный, он ходит, у меня нос вот здесь все начинает, причем кровь вообще не текла, ничего, просто вот здесь нос, вот здесь нос просто, да, и все, и начинает, постепенно нормально, меня сразу заменили, а сижу, 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 и вот побежу, шел переодеваться, и прям каждый там 5-10 минут проходит, начинает сильно прям болеть, прям боль такая по всему. Говорит, а врач у gün бегает, бегает, я говорю, поехали уже, что с носом делать, ща-ся, подожди, он бегал, 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 его собака укусила, он собаку выгуливал, и собаке начали с кем-то там драться, какой-то прохожий собак, и он попытался тоже гений их разнять, туда ручку так засунул, и вот запнули, и он там queste вопросы решает, у меня нос вот здесь, я ему говорю, поехали, он говорит, ща-ся-ща, подожди, он пока решал вопросы с этим, по поводу укуса, там что делать, Я там, у меня уже почти все зажило, поэтому меня там отвезли, а мне еще не повезло, меня привезли в какую-то больницу, я уже не помню там толком, и не врач главный, а его стажер какой-то там, типа ученик там его лучший, басни какие-то травил, что-то вправлял там, засунул одно полотенце в ноздрю, второе полотенце в ноздрю, потом его полдня вытаскивал, короче, не до конца у меня кривой все равно остался, вообще, короче, гений. А второй раз уже за Зенит, когда пришел с Териком, мы играли, тогда еще Терик был, не Ахмат, а Терик, этот бразильчик был там какой-то, помнишь, номер Варкин, Аль-Алиссен Варкин? Я понял, как он-то, да. Ну, подлез ее, Кокорин реально говорит 32, да, Кокорин 32, в 88-го года официально, это как его, и мы бежали там 80-х какая-то минута шла, я бегу-бегу, он меня цепляет, цепляет, мы вдруг боремся за борьба за инициативу, там кто прорвется, и он мне просто взял так с локтяк, как, дал, и все, и нос у меня там, по-моему, там осколочный какой-то перелом, и мне уже с Агази этот, справляли. Ты хорошо выглядишь, для двух раз очень даже неплохо, нормально, пока, да, ну, еще один раз я делал, между первым и вторым переломом, типа, делал, как раз Ваньке, хохотул носатый, мы с ним делали хоть перегородку, чтобы, типа, лучше дышать, там, подъездили, там, в Москве, ну, мне вроде помогло, ему нет, но, в принципе, он, это первый человек, который 32 года дышит не носом, не знаю, чем, и ртом плохо, но у него еще есть одна дырочка, ну, короче, чем-то он дышит, я не знаю, чем, но точно не носом. Хувер, давай ждем, я больше не могу говорить про твой голос. Кстати, прикол был еще, когда мы квесты, любители же квестов приходить, и он как раз, Ваня, нас там где-то какое-то было жесткое, пытать, типа, и комиссар сидит в клетке, там, для собак, нас всех там забили, там, он такой, пусть сделают, что хотят со мной, хоть изнасилуют, главное, чтобы рот не закрыли, только его затаскивают, там, у кляп в рот засовывают, мы там чуть не умерли, со смеху, я не знаю, как он продержался там. Море или горы? Море. А мне кажется, ты вообще горы не любишь, ну, как-то ты спокоен. Не, горы я люблю, но я спокоен, ну, к этим всяким стоп-бордам и все, вообще, все, что с этим связано, потому что, ну, во-первых, а, нам нельзя, во-вторых, где-то та еще миссис грация, поэтому там, улечу куда-нибудь, это два. А в-третьих, ну, реально, столько всяких случаев, случаев, там, столько смертей, столько всего происходит, поэтому, это вообще не шутки, тот же Шумахера далеко, вот, мне надо ходить, и сколько таких историй, и, мне кажется, это прям, не совсем я понимаю, но я прекрасно понимаю людей, которые у меня очень много знакомых, в том числе и ты, которые обожают эти вещи, и все, кто, с кем я пытался понять, они говорят, что это такой кайф, это просто не... Нет, вот тут только, вот, он еще только упал, первая снежинка, он уже там, уже ловит, что-то там, кто-то едет, то есть, там, готов выехать по 3-4 часа куда-то там, чтобы вот поймать эту... То есть, я принимаю их, я понимаю, что это какой-то прям кайф, как вот квесты, грубо говоря, для меня прям пойти там кайфануть, то есть, многие скажут, что больной, платишь деньги, что тебя еще там навернули, то есть, знаешь, я же там не иду за тем, что меня навернули, а иду за тем, чтобы спрятаться, чтобы проскочить, там, знаешь, ну, то есть, мне нравится, например, тоже в квесте диалоги, то есть, какие-то есть вещи, а горы, я не понимаю, То есть платить тоже деньги за то, что там какие-то курорты, то есть он еще там где-то, не дай бог, где-то подкнулся там. Самое вообще дичь для меня, когда, истории мне рассказывают, когда стоишь, просто разговариваешь, и на тебя на полном ходу там может врезаться какой-нибудь там в интернете. Да, такое бывает. Вот, я слышал, говорят, там ведь весь переломанный лежишь, просто такой очнулся, говоришь, что случилось там, ты же я стоял, разговаривал, там парнишка спускался в горки. Ну, то есть для меня это странно, поэтому море.